Взю, 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 взю. Ой, снимаю, да? Привет, друзья, это я, Леонид Макаров, и это новый выпуск «Рандом», в котором я чё-нибудь готовлю, чё-нибудь такое делаю. И вы никогда не догадаетесь, что я сегодня буду делать. Блин, в названии же написано. Слушайте, с вами никакой интриги как бы не сделаешь, так что всё, давайте делать этот замечательный и превосходный чебурек. И простой рецепт этот пошли делать. Давайте начнём. Для теста нам понадобится мука, соль, подсолнечное масло и 2 стакана кипячёной воды комнатной температуры. А для начинки нам понадобится примерно 800 грамм фарша, 2-3 луковицы и соль. В глубокую посудину мы добавляем 400 миллилитров воды, туда же кладём 500 грамм муки. Потом кладём 1,5 чайной ложки соли и 1,5 столовой ложки масла. Всё это перемешиваем. По мере мешания досыпаем всю остальную муку. Всё это перемешиваем и доводим тесто до годного состояния. После чего ставим тесто в холодильник и займёмся приготовлением фарша. Высыпаем весь фарш в глубокую тарелку. После чего очень мелко нарезаем лук или же проводим через мясорубку и добавляем фарш. В эту смесь добавляем немного соли и перемешиваем. Выкладываем тесто на стол, делаем что-то типа колбаски и разрезаем на равные кусочки. Берём их и раскатываем в блинчики. Кладём на одну половину фарш, потом закрываем вот таким образом. Мы должны как можно лучше соединить тесто. Можно помочь себе вилкой. Вот собственно и всё, заготовки готовы. Несём их на плиту. Выкладываем наши чебуреки на сковородку обильно политую маслом. И жарим примерно 5-7 минут каждую сторону до золотистого цвета. Фуф, довольно сложно делать чебуреки, но мы справились с вами. Мы молодцы! У нас получилось 7 таких огромных чебуреков. К сожалению, у меня осталось только 4, потому что в процессе приготовления несколько было уничтожено моим старшим братом. Пробовать. Ну, это кушать. Что можно сказать? Как бы это банально не звучало, но на вкус это как чебурек. Как прекрасный, сделанный своими руками вкусный чебурек. Поэтому делайте это. Это реально вкусно. И домашние все дела. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вы сделали чебурек так же, как я, ставьте лайк и говорите вкусно-невкусно, потому что это реально вкусно. Что я должен сказать в конце? Как всегда, я должен сказать, чтобы вы ставили лайки, подписывались обязательно на канал, описали свои идеи в группу ВКонтакте для рандома. Может быть, именно ваша идея будет следующей. И да, всем пока, удачного дня. Здоровеньки, былы, с вами Леонид. И это среда, ну, сегодня среда, а это выпуск рандом. И сегодня я его проведу не один, а с желудем.